Скорость роста волос зависит от многих факторов, например питания, окружающей среды, эмоционального фона, физиологических и других особенностей организма. У большинства людей после 30 лет активность волосяных фолликулов замедляется, волосы растут медленнее, становятся тоньше и выпадают. Есть простые методы, как вернуть шевелюре красоту и силу. Если вы хотите узнать, как это сделать без применения дорогостоящей косметики, то досмотрите это видео до конца. В среднем волосы отрастают на сантиметр-полтора сантиметра за 30 дней. Поэтому является большим заблуждением мнение о том, что есть какие-либо средства, позволяющие удлинить их за месяц на 15 сантиметров. Скорость роста волос зависит от пола, общего состояния здоровья и индивидуальных особенностей человека, например, у женщин после 35 лет состояние фолликулов значительно лучше, нежели у мужчин. В этом видео мы подобрали несколько эффективных советов, которые помогут любому человеку улучшить состояние волосяного покрова головы, поэтому их можно смело назвать универсальными. Продукты, стимулирующие рост волос Питание крайне важно в данном вопросе. Если в организм не будут поступать нужные вещества, то добиться хорошего состояния волос и ускорить их рост никак не получится. Прежде всего нужно позаботиться о присутствии в пище таких витаминов. Витамин А способствует синтезу коллагена, удерживает влагу в структуре волос и препятствует их выпадению. Его много в растительных и рыбьих жирах, поэтому полезны орехи, морская рыба, яйца. Витамины В1, В6, В7, В12 нужны для ускорения роста волос. Они содержатся в бананах, в тунце, капусте всех видов, потрохах, в сердце, курице, свекле, фруктах и молочной продукции. Витамин С стимулирует кровообращение кожи головы, улучшает работу фолликулярных клеток, в целом положительно сказывается на организме. Его много в смородине, цитрусах, капусте и в любых свежих ягодах и фруктах. Витамин Е обеспечивает волосам силу и здоровый блеск. Он часто содержится там, где и витамин А, например, в семечках подсолнуха и тыквы, растительном масле. Витамин Д укрепляет волосы, он вырабатывается в коже под действием солнечного света, а также содержится в яичном желтке и кисломолочной продукции. А как часто вы употребляете натуральные йогурты, сыры, творог и кефир? Напишите несколько строк в комментариях, нам и зрителям будет интересно. Там много витаминов и микроэлементов, но кроме этого кисломолочная продукция улучшает микрофлору кишечника за счет полезных бактерий, что важно для пищеварения, а значит для кожи и волос. Важно обогащать пищу продуктами, богатыми полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Это очищает сосуды, что улучшает кровоснабжение головы и увеличивает синтез волосяных белков, что делает их плотнее. С этой точки зрения полезны есть яйца и печень, потому что там много биотина. Устрицы полезны, потому что они содержат йод, цинк и железо. Рекомендуется также есть продукты, богатые каротиноидами, которые в организме превращаются в ротинол, улучшающий скорость роста и структуру волос. Массаж головы Очень полезен для ускорения роста и укрепления волос. Он активизирует циркуляцию крови, что сохраняет фолликулы и стимулирует их деятельность. В день достаточно уделять этой процедуре 5-10 минут, и уже спустя несколько недель это даст ощутимый результат. Волосы станут сильнее и больше в объеме. Самый простой способ – массировать кожу подушечками пальцев, меняя зоны и интенсивность нажатия. В магазинах косметики можно приобрести специальные массажные щетки, что сделает процесс не только удобнее, но и разнообразнее. Причесывайтесь 2 раза в день по 15 минут или совершайте щеткой круговые движения по коже головы. Укрепляющие маски Маски обогащают кожу, фолликулы и волосы полезными веществами, усиливают ростовые процессы, активизируют деятельность пор. Как правило, они просты в приготовлении и использовании. Их можно купить уже готовыми или сделать самостоятельно. При наличии проблем их наносят на голову 2 раза в неделю, а в целях профилактики – по нескольку раз в месяц. Стилисты рекомендуют наносить маску, начиная с концов и распределяя состав до корней. После нанесения маску накрывают пленкой и укутывают голову полотенцем. Подержите так 15-20 минут и смойте теплой водой. Горчичная маска Для приготовления нужно использовать только горчичный порошок. Пищевая, уже готовая горчица не подходит из-за обжигающего эффекта. Нужно смешать все до однородной консистенции. 2 ст. л. порошка 2 ст. л. растительного масла 1 свежий желток 2 ч. л. сахарной пудры 1-2 ст. л. воды Медовая маска с яйцом Смешать яичный желток, 1 ст. л. меда и несколько капель лимонного сока. Нанесите на волосы и через час смойте. Масла, ускоряющие рост волос Растительные масла очень хорошо укрепляют волосы, особенно при сухой коже. Самым лучшим считается репейное, оно делает волосы гладкими, выравнивает чешуйки, улучшает циркуляцию, метаболизм и трофику корней. Также можно использовать и другие сорта масел. Облепиховая стимулирует рост и увеличивает объем волос. Миндальная регулирует функции сальных желез и улучшает рост. Оливковая питает и увлажняет. Абрикосовая благодаря минеральному составу и быстрому впитыванию усиливает рост волос. Растительные масла можно наносить на влажные или сухие волосы. Тут важно не переусердствовать. Достаточно растереть на ладонях несколько капель и смазывать волосы по всей их длине. Шампунь В аптеках и косметических салонах можно купить моющие средства, ускоряющие рост волос. Это важно, потому что так кожа и волосы будут не только очищаться, но и одновременно укрепляться, а фолликулы станутся незакупоренными. Очень эффективны мицеллярные шампуни, которые очищают нежно, сохраняя гидролипидный баланс дермы головы, поэтому не сушат кожу. Возможно, у вас есть свои фирменные рецепты приготовления масок или других средств для укрепления волос. Делитесь ими в комментариях, а полезные ролики сохраняйте на страницах в социальных сетях. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова